Добрый день, друзья! Сегодняшнее видео я хочу начать с того, что расскажу вам одну историю. Это история о том, как небольшому государству Финляндии с населением в 37 миллионов человек удалось остоять свою независимость и победить в зимней войне 1939-1940 годов. Я имею ввиду победить Советский Союз с населением в более чем 170 миллионов человек. И при этом финская армия уступала тогда Красной Армии по численности в 60 раз, по самолетам в 100 раз и по танкам в 350 раз. Безусловно, ключевую роль в победе Финляндии над Красной Армией, обладавшей значительным численным приберевесом и многократным техническим преимуществом, сыграл полководческий талант верховного главнокомандующего маршала Карла Маннергейма. Но также в Финляндии твердо и последовательно исполнялся принцип министра финансов страны Таннера, высказанный им во время беседы с Карлом Маннергеймом об уровне оборонных расходов. А принцип был таков. Прежде чем тратить огромные деньги на оборону, нужно создать для людей такой уровень жизни, который они захотят защищать. Это были очень правильные слова, которые актуальны и для сегодняшней ситуации в Украине. А теперь давайте перейдем к вчерашней новости. В украинских СМИ начали активно обсуждать новость о том, что коммунальщикам и владельцам домов хотят предоставить полномочия вручать повестки военнообязанным мужчинам на законодательном уровне. Соответствующий законопроект уже появился на сайте Верховной Рады. Изменения планируют внести в статью 38-ю закона Украины о воинской обязанности и воинской службе. Согласно законопроекту, предлагается также разрешить коммунальщикам и владельцам домов собирать информацию о военнообязанных мужчинах, а также содействовать их прибытию по вызову в территориальные центры комплектования, ну то есть военкоматы. Давайте я сначала расскажу, кто является инициатором этого бреда. Это народный депутат от «Слуги народа» Георгий Мазурашу. Многие коллеги этого Мазурашу рассказывают, что в сегодняшнем созыве Верховной Рады есть уже сложившаяся традиция. Если инициатором законодательной инициативы является Георгий Мазурашу, то такая инициатива не будет иметь никакого продолжения в рассмотрении Верховной Рады. Короче, все привыкли, что он вносит на рассмотрение различный бред. Но я все-таки думаю, что эта идея возникла у «Слуги народа» неспроста. Сотрудники военкомата устраивают облавы на центральных улицах городов, останавливают водителей на дорогах, ходят по супермаркетам и тренажерным залам. И тут ничего не поделаешь. Перед ними поставлена задача ускорить мобилизацию, и ее нужно выполнять. Но вот эта идея с вручением повесток владельцами домов мне не совсем нравится. Это больше походит на какое-то стукачество, что ли? Естественно, вручение повесток поручат управляющим домами. И получается, чем будут заниматься эти управдома? Сидеть утром в кустах, выжидая, когда мужики будут идти на работу, а затем выскакивать из кустов и с важным видом уговаривать их взять повестку. А если мужчина не захочет брать повестку, что управдом тогда будет делать? Силу применять? Или как? Лично мне такие подходы вообще непонятны. Ну а теперь давайте обсудим заявление, которое недавно сделал Арестович. А заявил он, что мы ошиблись. Мы раздували у людей ложные ожидания. Вы же помните, что они все как один. Буданов, Подоляк, Данилов и Зеленский в том числе. Все зомбировали нас, что мы обязательно выйдем на границу 1991 года. А что теперь? Теперь уже многие начали понимать, что условий для этого нет. Экономических, военно-экономических, военно-технических. У многих экспертов уже складывается впечатление, что наши политики за то, чтобы эта война длилась столько, сколько им хочется. Мы же понимаем, что многие политики в этой войне довольно неплохо себя чувствуют. И в подтверждение моих слов, вчера народные депутаты «Ослуг народа» внесли в Верховную Раду постановление о недопустимости прекращения войны с Россией путем территориальных уступок. И там сказано, что все регулярные вооруженные формирования государства-агрессора должны быть полностью выведены со всей территории Украины. Черноморский флот должен быть выведен с территории Крыма. Граждане Российской Федерации, которые проехали на полуостров в течение периода временной оккупации, будут выдворены. Требования, конечно, правильные, никто не спорит. А теперь представьте, если вдруг наши западные партнеры начнут там помогать вооружениям в недостаточном объеме. Ведь все может быть. И что тогда? А почему никто не говорит о цене этой войны? А ведь цена заключается в самом дорогом, в человеческих жизнях. И ведь многие понимают, что после такой войны перспектив тут никаких не будет. И именно поэтому сейчас многие ищут любой способ, чтобы выехать из страны. И особенно после того, когда уже даже наша вице-премьер Верещук заявила, что хватит людям врать. Нужно сказать правду, что эта война надолго. И еще один важный момент. Депутаты за то, чтобы войну не прекращать до тех пор, пока Россия не выведет свои войска с территории Украины. Тут все понятно. Но ведь простые украинцы смотрят, как при этом ведут себя сами народные депутаты. А они воевать идти не хотят. И их дети воевать идти не хотят. Отдельные депутаты во время войны предпочитают отдыхать на Мальдивах. Смотрите. Вот я лично за то, чтобы мы забрали Крым военным путем. Но в моем понимании наше высшее военное руководство должно заранее просчитать, а какой ценой нам удастся это сделать. Понятно, что нужно будет много техники и вооружения. Но ведь у противника этой техники и вооружения не меньше. И ведь кто-то должен посчитать хоть примерно, а какие людские жертвы будут с нашей стороны. А может быть в жертв будет столько, что потом некому будет заселять этот Крым. И вот у меня лично такое подозрение, что наши депутаты специально принимают такие законы. Потому что чем дольше идет война, тем дольше не будут проводиться выборы в Верховную Раду. А ведь многие из тех же слуг народа прекрасно понимают, что их уже на следующих выборах в команду президента не возьмут. А значит нужно делать все возможное, чтобы подольше оставаться в теплых креслах. И потому лично мое мнение, что если мы хотим воевать до победного конца, то Верховная Рада должна быть совсем другая. И там должны быть совсем другие люди. Не Коли Тищенко, Юзики и любители отдыхать на Мальдивах во время войны, а другие достойные люди. Да, сегодня у меня немного сумбурный выпуск получился. Сейчас я скажу то, что многим не понравится. Давайте еще поговорим о мобилизации. Меня до сих пор упрекают многие мои зрители за то, что я с большим энтузиазмом рассказывал о том, что в самом начале войны у нас под военкоматами очереди стояли из желающих идти воевать добровольцами. А теперь многие стараются наоборот, любым способом покинуть страну, чтобы не попасть на фронт. Почему в самом начале войны у людей был такой эмоциональный подъем? Потому что тогда шла угроза крупным городам. И все там живущие массово шли кто в действующую армию, а кто в терророборону. Тогда шла угроза столицы и центру Украины. Вы помните, подъезжала машина, груженная автоматами. И все мужчины разбирали оружие, строили блокпосты и так далее. Тогда это была настоящая народная мобилизация на большом эмоциональном подъеме. Естественно, вы спросите, так а почему сейчас нет такого подъема? Нет такой охоты у многих идти воевать? Да потому что нужно понимать, что воевать могут не все. Высокомотивированные слои общества уже давно ушли воевать. Кто-то из них погиб, кто-то был ранен. Кроме того, нужно понимать, что есть такое понятие, как усталость от войны. И это тоже нужно учитывать. Ведь давайте говорить правду. Многие видят, сколько людей погибает. И многие боятся и быть убитыми. И тут ничего с человеком не поделаешь. Ведь он просто боится. Это естественное чувство страха за свою жизнь. Смотрите, это лично мое мнение. Может быть, я не прав. Но есть еще один немаловажный фактор. Одно дело, когда ты живешь в центре страны и есть угроза твоей столицы, это одно. И совсем другое, когда ты идешь отвоевывать хорошо укрепленный Крым. Вот поэтому, по моему мнению, самое страшное, это принудительная мобилизация. Когда мужчин без разбора хватают на улицах, заламывают и силой везут в военкомат. И никого не волнует, какой из него будет боец. И с каким желанием он будет затем нести воинскую службу. А теперь давайте вспомним те слова, с которых я начал это видео. Нужно создать для людей такой уровень жизни, который они захотят защищать. Вот скажите, что будет защищать мужчина, который утром ехал на работу, а его силой затащили в военкомат? Теперь смотрите. Зампредседателя Комитета Верховной Рады по ценам национальной безопасности и обороны Егор Чернев заявил, что в случае четвертой волны мобилизации воевать будут все мужчины. Журналисты спросили у этого Чернева, а когда это может случиться? И он ответил, что это зависит от того, сколько продлится эта война и сколько ресурсов задействует Российская Федерация. И также он сказал, что если будет угроза потерять государственность, то пойдут воевать все. Но мы-то знаем, что сейчас потери государственности нет. Она была в начале войны, когда праг ворвался захватить Киев. И тогда действительно в военкоматы стояли очереди из добровольцев. А сейчас есть проблема оккупированных территорий. А если же говорить о том, чтобы абсолютно все шли воевать, так ведь человека, который никогда не служил и не умеет обращаться с оружием, его ведь нужно сначала научить с оружием обращаться и научить воевать. Давайте говорить правду. После таких заявлений те, кто даже никогда не думал покидать Украину, теперь задумаются. Я думаю, все прекрасно понимают, какой людской ресурс есть у России. И если даже мы пойдем воевать все, там ресурс будет в разы больше. Хочу сказать, что вот такими заявлениями наши политики просто работают на врага. В России только и ждут, чтобы мы выдохлись, чтобы переругались друг с другом, чтобы бегали и выясняли, а на каком языке ты разговариваешь. Чтобы те, кто пришел с передовой в отпуск, выясняли у тех, кто не воевал, а почему ты сейчас не в Бахмуте. Ладно, продолжим обсуждение этой темы уже в следующих видео. Очень прошу вас, друзья, подписаться на мой телеграм. Там я выкладываю очень много интересных видеоматериалов. А на этом у меня на сегодня все. Всем всего самого наилучшего и до новых встреч!